Итак, дорогие девочки, всем привет! Пишу свой первый аудиоподкаст, и сегодня наша с вами тема «Как восточный танец повлиял на мою жизнь в целом?». Я неспроста поздоровалась именно для девочек, так как это чисто женский подкаст. Если вдруг сюда попали мальчики, то вам здесь будет неинтересно, так как тема у нас чисто женская. И прежде чем я перейду к теме, хочу в двух словах рассказать о себе и вообще о причине, по которой я, танцовщица, решила писать аудиоподкаст для всех женщин. Имеете вы отношение к танцам или нет, вам здесь будет интересно. Итак, меня зовут Ангелина Судакова, и я 19 лет профессионально занимаюсь восточными танцами. Они моя любовь, моя страсть и мой основной и единственный вид деятельности. То есть я занимаюсь этим профессионально, преподаю, езжу на гастроли по всей России и миру, развиваю свое собственное ориентал-модерн-шоу и свою онлайн-школу. Почему я решила писать этот подкаст? Я с рождения хотела быть артисткой. Прямо вот сколько себя помню, всегда хотела быть на сцене. Но почему я так сильно этого хотела? Настоящее сознание ко мне пришло с годами. Дело в том, что моя сценическая деятельность и моя педагогическая деятельность направлена прежде всего на вдохновение вас, дорогие женщины. Для меня это является самым важным и ценным в моей деятельности. Подарить не мимолетное вдохновение, которое рассеется через секунду после того, как вы со мной повзаимодействовали, а хотя бы на капельку, на чуточку, но изменить вашу жизнь к лучшему с помощью моего творчества и с помощью моей педагогической деятельности. Итак, начнем. Как же, собственно, восточный танец повлиял на мою жизнь, конкретно на мою? Во-первых, с детства, как я уже вам говорила, я мечтала стать артисткой, мечтала стать звездой, мечтала блистать на сцене, но все, все в этой жизни было против того, чтобы это случилось. Я ходила в самом маленьком возрасте на танцы, и меня не ставили на детский утренник станцевать и выступить для родителей. То есть абсолютно все остальные девочки и мальчики, которые ходили со мной на эти танцы, выступали, не ставили только меня одну. Когда я стала постарше, в школе я ходила в музыкальную школу на хор, и там меня уже выпускали на сцену, но просили не петь, потому что я не попадала в ноты, а просто открывать рот. Вот таким вот образом складывалась моя непростая, мои непростые попытки найти себя на сцене. Но, признаться честно, все это было несколько не мое. Мне хотелось чего-то такого более яркого, более эстрадного. И поэтому, в целом, не могу сказать, что я сильно расстраивалась и обижалась. Да, конечно, были какие-то неприятные ощущения, но внутри меня все равно жила стопудовая вера в то, что я таки окажусь на сцене. И вот в 14 лет я начала заниматься восточными танцами. И первое осознание ко мне пришло, именно осознание того, как они влияют на мою жизнь в целом, когда я вышла на своем выпускном в школе, мне было 16 лет, и выступила для всех выпускников, родителей, для всех учителей в большом красивом ресторане, где мы праздновали выпускной. Если честно, сейчас я понимаю, что танцевала я тогда, ну, мягко говоря, не ахти, хотя так, тогда я не считала. Но, тем не менее, я так этим горела, мне так это нравилось, что, когда я выступила, произошел просто потрясающий фурор. Все ко мне подходили, все мне хлопали, и родители, и ученики, и учителя. Все были просто в полном восторге и говорили мне только приятные и положительные слова. И вот тогда впервые я поняла вот это вот потрясающее чувство, испытала, что я особенная. Я думаю, что, положа руку на сердце, любая из вас со мной согласится, что для нас, для девушек, для женщин, неважно, у какого возраста, очень-очень важным является быть особенной. И когда ты по-настоящему испытываешь это чувство, это, ну, ни с чем не сравнимо, поэтому первое такое важное осознание произошло именно тогда. Я поняла, что вот оно, вот оно то, что принесет мне вот эту особенность по жизни дальше. Сразу после выпускного я задумалась о педагогической деятельности, и уже через два месяца я набрала свои первые группы. Ко мне ходили толпы женщин, просто толпы, которые были все гораздо старше меня, потому что мне по-прежнему было 16 лет. И когда я с ними занималась, я видела, как они расцветают прямо на моих глазах, как кайфуют от занятий. Причем тогда еще у меня были группы, которые занимались просто для себя. И вот в этот момент ко мне пришло второе и третье осознание, сейчас поделюсь с ними, ими, с вами. Итак, первое. Танец помог мне раскрыть свои лидерские качества. То есть с детства я этими лидерскими качествами обладала, но в силу того, что я не могла найти, куда их направить, в какое правильное русло, они мне, ну скажем так, на тот момент мешали, они помогали. Я была слишком навязчивая, слишком много требовала. И вот педагогическая деятельность помогла мне раскрыться правильно. И несмотря на то, что я, между нами говоря честно, была просто откровенной малолеткой, эти женщины меня воспринимали, меня любили, считали меня по-настоящему своим педагогом. И у нас вот такая энергия бурлила на занятиях, что это было просто потрясающе. А второе сознание, которое ко мне пришло в тот момент, что восточный танец — это настолько правильный женский танец, что неважно, занимаетесь вы им профессионально или занимаетесь вы им просто для себя, вы абсолютно точно будете другим человеком после соприкосновения с этим просто потрясающим видом танцевального искусства. Далее я подросла, и в моей жизни начали появляться мужчины. И здесь наличие танца тоже сыграло свою немаловажную роль. Тоже расскажу о двух очень важных моментах. Первое — я была очень-очень увлечена и любила то дело, которым я занимаюсь. А это значит, что я была интересна окружающим, в том числе и парням. То есть им было интересно, что девушка молодая имеет какую-то такую бурную, интересную деятельность, которая действительно захвачена и которая приносит ей удовольствие. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот при том, что я была погружена в свою деятельность, мне, естественно, хватало времени и на мальчиков, и на парней, и на всё остальное. Но так как у меня была вот эта вот любовь к танцам, меня в жизни мужчин всегда было как бы немного, скажем так. То есть у меня было на них время, я с ними встречалась, общалась, всё было классно. Но на назойливость, и знаете, вот на эту фразу, фразу любимого мужчины, этой женщины чрезвычайно много в моей жизни. Вот меня чрезвычайно много, ну просто чисто физически быть не могло ни в чьей жизни, потому что у меня была ещё одна очень сильная любовь и страсть — это мои танцы. Это вот первый такой момент. И второе — это уверенность. Когда я осознала то, что я танцую, да, и вот это вот осознание после выпускного пришло, что я особенная, я абсолютно точно понимала, что мужчины смотрят на меня как бы немножечко иначе, чем, ну, скажем так, на нетанцующих женщин. Если честно, это какая-то магия. Я до сих пор точно не понимаю, как это работает, но, по крайней мере, понимаю теперь, как этим пользоваться. Точнее, не как этим пользоваться, как это в себе взращивать и как это взращивать в своих учениках. В восточных танцах есть определённый набор движений, не все, вот определённый набор, которые, вот внимание сейчас, слушайтесь в эту фразу, заставляют меня чувствовать себя желанной. Причём, когда я танцую дома в халате, не накрашенная просто перед сном по кайфу. Неважно, да, на сцене я, аплодирует мне огромный зал, смотрит на меня кто-то в этот момент или нет. Вот даже просто, когда я танцую одна сама для себя, есть такие движения, которые прям реально вызывают во мне чувство, что я самая желанная женщина в мире. Вот это какая-то магия, но это так работает. И вот есть определённый набор движений. И это такой козырь, который вряд ли можно чем-то ещё побить. Вот честно. И этот козырь даёт такое преимущество, благодаря которому я на постоянной основе всегда интересна мужчинам и женщинам. В хорошем смысле этого слова. Ох, об этом нужно писать отдельный подкаст. Мне однозначно есть, что сказать на эту тему. Итак, идём дальше. Внутреннее состояние, стрессоустойчивость, лёгкость по жизни и кайф от музыки, сравнимый с эйфорией, как будто ты выиграл в лотерею миллион. Вот честно. Сейчас разберёмся по порядку. Любая физическая активность помогает разгрузить голову. Я сама бегаю, занимаюсь фитнесом. Но танец — это ещё и эмоции, и единство с музыкой, и эстетика. Когда у тебя в единицу времени столько задач, ты просто не успеваешь отвлекаться на то, чтобы подумать о каких-то проблемах, о быте, а ещё о чём-то третьем. То есть ты полностью, полностью погружён в момент здесь и сейчас. А это в наше кипишное, непростое время, но самое ценное, что можно для себя открыть вот именно для такого внутреннего ментального здоровья. И то, что касается музыки, когда человек начинает заниматься танцами, буквально через месяц он начинает слышать музыку совсем по-другому. То есть если обычный человек, не танцующий, слышит музыку просто ушами, то я слышу музыку каждой клеточкой своего организма, внутренними органами, кожей. То есть всё-всё-всё моё тело эта музыка просто пронизывает. И когда я слышу трек, который мне нравится, я испытываю ощущения, сравнимые с эйфорией, от любовных отношений с мужчинами. Вот честно. И это такой кайф, это настолько заряжает, настолько отвлекает и настолько придаёт вот этой вот энергии, что, ну честно, такой человек, накачанный вот этой вот энергией, не может просто не собирать, не знаю, восторженные взгляды. Даже не то, что касается танца, внешности или чего-то ещё. Просто люди, чувствуя вот эту энергию, они хотят просто быть рядом с этим человеком в любых ролях. Итак, идём дальше. Следующее — это ощущения королевы. Роскошь костюмов, стразы, короны, открытые наряды, но при этом не вульгарные. Боже мой, когда я вижу эти костюмы, когда я их надеваю, и неважно, просто я стою дома перед зеркалом, я могу стоять часами, любоваться на себя, или же я выхожу на сцену, одинаково потрясающее ощущение, ведь где ещё я могу надеть корону, длинную юбку в стразах, красивый расшитый лифт, куча украшений. Ну куда я это ещё надену? Ну вряд ли есть много мест, куда я могу пойти в таком виде. И вот это вот надевание всего этого прекрасного на себя очень сильно растит вот такую внутреннюю королеву в хорошем смысле этого слова. То есть мы учимся наслаждаться роскошью себя. Когда мы чувствуем себя именно роскошной, ну наша жизнь начинает течь немножко по-другому. Мы немножко по-другому начинаем выстраивать отношения с самими собой, немножко по-другому начинаем себя воспринимать, по-другому люди начинают к нам относиться, потому что мы определённого отношения уже к себе требуем. Даже не требуем, а транслируем. И есть такие приятные моменты. У меня есть девчонки, ученицы, которые занимаются просто для себя. И даже просто прийти на занятия, а у нас есть такая традиция, мы наряжаемся в том числе и на занятия. Конечно, не так, как на сцену, но тем не менее. И даже просто прийти на занятия не в трениках и с гулей, дулей на голове, а в красивом наряде, тренировочном, удобном, но всё равно красивом. Это тоже своего рода кайф. Ещё я отмечаю, знаете, такой приятный момент на фотосессии, когда я иду вот из гримерки до... Обычно переодеваешься в одном месте, а фотографируешься в другом. Ну я думаю, вы все это прекрасно знаете. И пока я иду, как правило же есть там ещё какие-то люди, и они на меня смотрят таким удивлённым взглядом, и практически всегда находятся те, кто делают мне комплименты. И в этот момент я тоже расцветаю, потому что я, по сути, иду не на сцене, меня там никто не знает. И люди обращают внимание на вот этот вот образ, и женщины смотрят на меня. И я вижу, что они смотрят на меня не с чувством какой-то, может быть, зависти или чего-то такого нет, а именно с чувством, что они вот видят что-то такое красивое, и я вижу в них вот такое детское желание, ну немножечко, возможно, даже... Блин, я бы тоже хотела это примерить. Ну что-то такое вот. То есть такую детскую радость вижу в людях, которые, ну как бы, смотрят на вот эти образы мои, особенно в женщинах. Ну и заключительный на сегодня пункт — это сцена. Все желающие от четырёх лет до восьмидесяти плюс в восточных танцах, именно вот есть такая уникальная фишка, могут выступать. Конкурсы проводятся во всех городах, во всех странах. И очень комфортно, потому что человек, прозанимавшись буквально два месяца, может начать выступать, причём в соответствующей ему номинации, да, то есть в дебюте, и в соответствующей возрастной категории. То есть те, кому шестнадцать, не будут выступать вместе с тем, кому пятьдесят. А тем, кому пятьдесят, не будут выступать вместе с тем, кому семьдесят. Ну то есть, условно говоря, там всё поддельно по возрастам и по уровням. И это круто, потому что даже когда ты начинаешь заниматься на любительском уровне, ты уже можешь прям быстренько-быстренько выйти на сцену. Когда ты выходишь на сцену, ты начинаешь взаимодействовать с таким великим явлением, как актёрское мастерство. Когда вот это актёрское мастерство ты в себе развиваешь, вот этот внутренний женский огонь, во-первых, очень круто разгорается, во-вторых, мы проживаем очень много разных ролей, разных жизней на сцене и напитываемся разными эмоциями, что даёт нам в жизни ощущение уравновешенности. То есть вот этот выплеск, всплеск, потому что нам в жизни нужны и отрицательные, и положительные эмоции обязательно. Когда я выхожу на сцену, я могу на сцене взять себе образ, допустим, страдальческий в какой-то момент мне хочется, и пострадать, выстрадать, прям всё-всё-всё там. И в жизни мне уже просто нет смысла это делать. То есть мой организм насыщается этими эмоциями в правильном моменте, не оставляя никаких травм, последствий и прочее. И это потрясающе. С одной стороны, я могу прожить тысячу разных жизней на сцене, а с другой стороны, я уравновешена и гармонична в жизни. Ну что ж, дорогие девушки, на этом сегодняшний подкаст я буду завершать, хотя это, конечно, одна сотая часть того, что подарил мне восточный танец. Была рада с вами поделиться. Надеюсь, вы ощутили чувство вдохновения от моей истории. Если такой формат вам интересен, дайте мне, пожалуйста, знать в комментариях, и я буду продолжать. Буду продолжать писать для вас подобного рода подкасты. До новых встреч!